Сразу после окончания официальных мероприятий Николай Толстых дал эксклюзивное интервью нашему телеканалу. Здравствуйте, Николай Александрович. Первый вопрос. Вы в Сыктывкаре в первый раз или же в советское время бывали уже у нас в северном городе? В Сыктывкаре я приехал первый раз. Какая цель поездки? Прежде всего ознакомление с состоянием дел по развитию футбола в республике. Нам очень приятно. В очередной раз пообщаться с нашим региональным представителем Федерации футбола Республики Коми, руководителями региона и обсудить вопросы дальнейшего развития футбола в регионе. Считаете, что именно на регионы стоит опираться Российскому футбольному союзу? Несмотря на то, что в Москве, в Петербурге там более подготовленные базы, более лучшая методика преподавания. Я убежден, что в регионах нашей страны очень много талантливых спортсменов, тренеров, организаторов. Нужно создать необходимые условия для того, чтобы они свой творческий потенциал могли реализовать. Несомненно, при этом необходимо улучшать состояние инфраструктуры футбола, улучшать материально-техническую базу, заниматься подготовкой и переподготовкой кадров, работающих в сфере футбола. Именно в этом, на наш взгляд, заключается потенциал российского футбола. Мы обязаны сделать все, чтобы его реализовать. Бытует мнение, что большой футбол в северных городах – это утопия. Вот ваше мнение. Если появится возможность создать футбольный клуб в Севт-Авкаре, который бы представлял республику в всероссийских соревнованиях, мы, конечно, эту идею будем приветствовать и всячески поддерживать. Но для этого, конечно же, нужны определенные условия, выполнение определенных условий. Вы знаете, что профессиональный футбол требует и серьезных финансовых ресурсов, и кадрового потенциала, и состояния материально-технической базы. Мы, конечно же, понимаем, что нужно реально оценить сегодняшние возможности. У нас есть полноценный футбольный манеж мини-футбольный. Ваше отношение к этому младшему брату, если можно сказать, большого футбола, считаете ли вы, что его нужно развивать в школах? Потому что бытует мнение, что это больше развлечение, чем спорт. Мини-футбол нам представляется очень важен для реализации поставленных перед Российским футбольным союзом задач. Вот мы поддерживали и будем поддерживать программы, которые реализуют ассоциации мини-футбола вместе с футбольными клубами. И сегодня действующий программ мини-футбол в школу, мини-футбол в вузы – это миллионы молодых людей, которые занимаются мини-футболом, а тем самым занимаются оздоровлением. Есть проблема, лимит на легионеров. На ваш взгляд, что в мини-футболе, что в большом футболе, нужен ли он вообще? Потому что говорят о том, что цена на российского игрока растет непомерно, несмотря на его уровень игры. Моя позиция, что на сегодняшнем этапе развития футбола, его состояния, лимит нужен. Более того, мы будем рассматривать вопрос об ужесточении лимита, то есть возвращении к старой формуле 6-5. В перспективе, конечно же, можно говорить об отмене лимита как такового, но только в том случае, если будет работать эффективно система подготовки резерва. И как раз подготовленные в российских центрах подготовки, школах, академиях футбола молодые российские футболисты будут получать необходимую практику, дающую им возможность расти и вытеснять из российского футбольного рынка иностранную рабочую силу. Не так давно завершился объединенный турнир с участием Спартака, Динамо Киева, Шахтера и Зенита. Его называют репетицией перед объединенным чемпионатом. Ваше отношение к такой идее создания объединенного чемпионата? Прежде всего нужно руководствоваться интересами национального футбола, развивать собственную инфраструктуру, развивать футбол в регионах нашей страны. Мы, средства, которые авторы идеи озвучили, 5 миллиардов евро на 5 лет, как призовой фонд предполагаемого турнира, целесообразно пустить на развитие футбола. В нашей стране у нас еще достаточно много нерешенных проблем. То, что касается самой идеи, мы приветствуем расширение спортивных связей или продолжение спортивных связей с нашими бывшими союзными республиками, ныне самостоятельными государствами. Мы за расширение этих связей, проведение различного уровня турниров, в том числе и тот, который состоялся объединенный турнир. Спасибо.